Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Джордж Эдвард Харрел Фотограф, который внес свой вклад в создание образа гламура Представленного Голливудом в 1930-40-х годах Родился в штате Огайо Первоначально учился на художника, который не интересовался фотографией Начал использовать фотографии больше как средство записи своих картин После переезда в лагуна Бич, это в Калифорнии В 1925 году он познакомился со многими художниками У которых были некоторые связи Аним из таких был Эдвард Стефен, который побудил его заняться фотографией Увидев некоторые из его работ Харрел также обнаружил, что фотография была более надежным источником дохода, чем живопись Я цитирую Википедию В конце 1920-х годов актер Рамон Навара Согласился принять предложение на сессию фотографии Навара был впечатлен результатами Показал их актрисе Норман Шер Она просила Харрела сфотографировать ее в более провокционных позах Чем ее фанаты видели раньше После того, как она показала эти фотографии своего мужа, начальнику производства Н.Д.М. Ирвенгу Тальвергу Тальверг был так впечатлен, что подписал Харрелом контракт Сделав его главой отдела портретной фотографии Метер Голден Майер В 1932 году Харрел покинул компанию После разногласий с их рекламным руководителем И с тех пор до 1938 года управлял своей собственной студией на бульваре Sunset На протяжении десятилетия Харрел фотографировал каждую звезду Заключившую контракт с Метер Голден Майер Его яркие черно-белые изображения широко использовались в маркетинге этих звезд Среди исполнителей, которые он регулярно фотографировал в этот год Была звезда немого кино Дороти Джордан Также Мирон Лой, Роберт Монгомери, Джин Харлоу, Рамон Наварро, Джоан Крофорд, Кларк Гейбл, Розалин Драссел, Марион Дэвис, Жанет Макдональд, Луп Велес, Анна Мэй Вонг, Кэрол Ломбард и Норма Ширер Которая, как сообщается, отказывалась позволить кому-либо сфотографировать себя, кроме Харрора Он также фотографировал Грету Гарбо во время съемок рекламных материалов для фильма «Романтика» Но сеанс не удался В начале 1940-х годов Харрилл переехал в студию Warner Brothers Где фотографировал, в частности, Бет Дэвис, Энн Шеридан, Эрл Флинн, Оливью де Хеливиленд, Иду Лупино, Алексиса Смита, Лоренс Беккл, Хамфри Богорта и Джеймса Кэгни Позже он переехал в Columbia Pictures, где его фотографии использовали, чтобы помочь студии построить карьеру Риты Хейворд В послевоенное время покинул Голливуд, чтобы сделать учебные фильмы для первых кинемографических подразделений из военно-воздушных сил Соединенных Штатов Армия США, для которой он снимал учебные кинофильмы и фотографировал различных генералов в Пентагоне Вернулся в Голливуд в середине 1950-х годов, где он упорно трудился над созданием идолизированного образа своих героев Его стиль гламура, к сожалению, оказался невостребованным Переехал в Нью-Йорк, работал в рекламной индустрии, где по-прежнему ценился гламур Продолжал свою работу для модных журналов и несколько лет фотографировал для печатной рекламы После 1970-х годов он оформлял обложки пластинок различных музыкальных групп Для Касс Эллиот, Том Уэйса, Квин, Митч Юр, Пола Маккартни и так далее Умер от осложнений от рака мучевого пузыря после завершения документального фильма о своей жизни Умер 17 мая 1992 года Образцы его художественной продукции можно найти в постоянных коллекциях многочисленных музеев по всему миру Джош Харл, прозванный великий господин голливудского портрета Был главным фотографом Голливуда в 30-х годах Ну вот так, конечно, вкратце переведенная в Википедии о фотографии, который внес свой вклад в область гламура Представленный Голливудом в 1930-х, 1940-х годах Пока-пока, до свидания, смотрим работы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok